Как макроэкономика влияет на ваши непосредственно планы и что-то вот она поменяла, изменила там в ваших планах и какие цифры вы непосредственно закладываете в свои? Ну, безусловно, мы смотрим на макроэкономику, более того, у нас есть специальный институт исследований, в котором есть очень профессиональные макроэкономисты и взгляд их, например, на ключевую ставку на этот год и на следующий достаточно позитивный, то есть на конец года они ждут порядка 7% ключевого и 6% в следующем году. Ну и тут нужно учитывать и другие факторы. Мы, безусловно, также зависимы от цен на рынках, на наши пассивы и здесь есть и другие факторы, а именно проинфляционные, в частности, некоторое снижение склонности населения на сбережения, что влияет на ключевую аудиторию нашего рынка, на банки, что также отражается на стоимости заимствований. И другим немаловажным фактором является то, что наблюдаемый взрывной рост первичного предложения в корпоративном секторе за последние 5 лет в этом году, в феврале, объем был порядка 500 миллиардов рублей, а в марте мы видели уже порядка 600. И, безусловно, это оказывает давление на возможности привлечения и долгосрочные в первую очередь. Ну и опять же, про ФСМ мы тоже не забываем, потому что хоть они и ведут, конечно, политику, но это дополнительный такой фактор риска для корпоративного сектора. Веб, насколько я помню, поправьте меня, если я не прав, был одним из лидеров, если не дебютантом с размещением инструментов заимствования в плавающей ставке. Как вы смотрите на этот инструмент сейчас? Насколько я понял по настроению Ирины, если реальный сектор прогнозирует скорее рост, чем падение, то это скорее привлечение, я так додумаю немножко до мысли, то это скорее привлечение в большей степени фиксированной ставки в длительном горизонте. И как вы на это смотрите? Мы заинтересованы в этом инструменте, мы, собственно, с ним дебютировали в 2021 году, и тогда он уже был встречен достаточно большим интересом у инвесторов. Для нас это такой инструмент взаимного хеджирования для инвесторов и для нас, как раз на фоне волатильной конъюнктуры. И объемы, собственно, этого размещения, сами на себя говорят, было 50 миллиардов рублей. И в этом году, в марте, мы повторили эту сделку, в том числе благодаря вашему участию в качестве организатора. И у нас по-прежнему на этот инструмент достаточно позитивный взгляд, особенно учитывая, что пока Министерство финансов неактивно этот продукт использует. Поэтому, мне кажется, для корпоративного сектора это как раз такое самое время. Во время растущего, во время, когда очень сложно хеджировать процентные риски в долгосрочном смысле, отсутствие длинных денег, спрос на длинные ресурсы можно как раз удовлетворить через плавающие ставки. Семилетний инструмент, по-моему, самый длинный из того, что размещалось с начала года. Да, в общем, мы призываем всячески и корпоративный сектор тоже обратить на это внимание, хотя понимаю, что экономика стимулирует все-таки стараться занимать фиксированные ставки. Но это конфликт, о котором мы потом чуть-чуть попозже поговорим, конфликт между объемом, ставкой и сроком. В прошлом году, как я уже говорил, слайд был, который мы видели о том, что экономика очень сильно переориентируется с точки зрения экспортно-импортных потоков, с точки зрения валют расчетов. И мой вопрос к Ирине, как вот эти фундаментальные структурные изменения, какое они оказали, во-первых, влияние на финансы и экономику компании, что это за собой потянуло, какую перестройку, перестройку казначейства, какие-то инструменты, может быть, новые, вошли в вашу жизнь объемно и в больших объемах, либо вы начинаете их использовать или заинтересованы в дальнейшем использовании. Да, спасибо. Прошлый год был очень непростым для корпоративного российского сектора, но для всего. Мне кажется, что с точки зрения структуры ведения бизнеса, продаж практически все, неважно от статуса и ограничений, все компании были так или иначе затронуты. И пул проблем очень широкий. Наверное, для казначея первое, что касается, это такие исконные функции, связанные с осуществлением платежей, расчетов, с митигацией кредитных рисков, с митигацией валютных рисков. Это, наверное, такой самый большой пул проблем, который, собственно, всех казначеев крупнейших компаний среднего сектора коснулся. Если говорить о нашей сегодняшней теме, ближе к нашей дискуссии, то, безусловно, капиталоемкий российский бизнес привык привлекать капитал из-за рубежа. Да, это первое, с одной стороны, всегда было более дешевым и экономически оправданным источником финансирования, с одной стороны, а с другой стороны, это было комплементарно для большинства экспортно-ориентированных компаний. А я в настоящий момент представляю компанию, которая внутри Российской Федерации, из нашего сектора, обязана быть настроена на экспорт в силу значимого превышения предложения нашего продукта над спросом внутри Российской Федерации. И, естественно, первое отсутствие этих источников финансирования, высокая стоимость внутри Российской Федерации по сравнению с этими источниками, то есть она в 2-2,5-3 раза выше, чем то, на какие ставки раньше корпораты ориентировались. Это первая большая проблема, и она, очевидно, еще отразится в ближайшие годы. Второй момент – это несбалансированность валютных рисков, потому что, с одной стороны, у компании есть определенный приток, в частности, выраженный сейчас и связанный с юанями, с другой стороны, у нас нет стабильного источника возможности привлечения денежных средств в юанях на долгосрочной перспективе, ну, как минимум 3-5 лет. Это вот стандартные сроки, которые компания повлекалась. Вот, наверное, это такая вот голованомка сейчас для любого казначея крупной российской компании, как преодолеть эти ограничения.